Саляму алейкум, варахматуллахи, баракятуху, дорогие братья и сестры мусульмане. Мы снова приветствуем вас в нашей студии и поздравляем вас со священным месяцем Рамадан. В этот месяц один из фардов, которым должны следовать мусульмане. И мы хотели затронуть тему еще одного, тему Зикета. Сегодня в нашей студии мы приветствуем представителя фонда Зикет Дина Баранбаева. Ассаляму алейкум, Дина. Алейкум ассалям. В преддверии Рамадана, насколько нам известно, у вас прошел годовой отчет. Расскажите подробности этого мероприятия. У нас это уже сложилось традиционно, что ежегодно перед месяцем Рамадан мы проводим ежегодный отчет перед руководством Духовного управления мусульман Казахстана, перед имамами. В нашем отчете ежегодно рассматриваются вопросы наших проектов. Сколько было собрано денег, сколько было израсходовано. К примеру, за 2016 год у нас было собрано около 32 миллионов тенге. На что эта сумма была израсходована? На наши проекты. Есть проекты Тайказан, где ежемесячно наши нуждающиеся получают продукты питания. В эту корзину продуктов питания входят мука, сахар, масло, чай, овощи, фрукты. Это в зависимости от сезона. В среднем за этот год у нас было израсходовано 4,5 миллиона тенге за 2016 год именно на проекты Тайказан. Есть также другие проекты. К примеру, проект «Берегите слезы детей». В этом проекте непосредственно мы помогаем детям, которые нуждаются в срочных операциях, в перелетах за рубеж. То есть для детей, которые... для онкодетей. Именно детей, которые болеют недугами. Вы напрямую сотрудничаете с онкобольницами или же вы находите людей посредством социальных сетей, либо через знакомых? Непосредственно, да. Мы работаем и с центром, где дети лежат. Мы постоянно проводим там благотворительные мероприятия, акции. Устраиваем там обеды или ужины. Приглашаем аниматоров. То есть мы друзья с нашими центрами, где лежат дети. И, конечно же, к нам обращаются, бывают родители детей, которые болеют и просят собрать там большую сумму денег. Также мы, получается, распространяем это в наших социальных сетях, в нашем сайте официальном. И так начинаем сбор. Какие проекты в этом году запустились? У нас вот есть, получается, 4 проекта, которые постоянно действуют. Это проект «Айказан» – продукты питания «Берегите слезы детей». Проект «Протяни руку помощи» – это путники, которым срочно нужно на дорогу. Или бывает на зиму доставка угля, обеспечение теплом. И четвертый проект – это проект «Чествование матерей Алтналка». Когда мы приглашаем к нам в гости многодетную маму, устраиваем в честь нее, накрываем дастархан, дарится подарки, приглашаются общественно известные деятели, представительницы женского пола. Как бы мы беседуем и устраиваем небольшой праздник от домашних хлопот. Это постоянные наши 4 проекта. В честь пятилетия мы запустили две большие акции, которые в течение года они идут. Это «Творить добро» и «Добрый хлеб». «Добрый хлеб» – это проект, мы в магазинах устанавливаем наши полки добра, где каждый желающий может непосредственно купить крупы питания, продукты питания, хлеб, и оставить на этих полках. А так ежедневно мы перечисляем средства денежные. И в течение дня каждый желающий, это в основном пенсионеры, ветераны войны, остро нуждающиеся люди, приходят и берут этот хлеб. Где-то у нас сейчас два магазина по городу, но мы в ближайшем будущем планируем расширить географию. И второй проект «Твори добро» – мы непосредственно включили несколько благотворительных мероприятий, которые проводим тоже в течение года. Здесь мы раздавали инвалидные коляски для нуждающихся людей, непосредственно посещаем дом престарелых, провели там Ау-Зашару в первый же день месяца Рамазан. Также непосредственно еще планируем провозить там. Также для детей, повторюсь еще раз, для онкобольных мы проводили, работаем с детскими домами. То есть где живут, находятся социально уязвимые слои населения, непосредственно мы там и находимся, оказываем поддержку моральную, духовную, физическую в том отношении, если нужно будет оказывать им помощь. У нас есть отлаженная работа, к нам поступают заявления, мы по этому заявлению отрабатываем, по документам отрабатываем. Выезжает социальный работник на места, проверяют состояние непосредственно этой нуждающейся семьи. Потом на комиссии в фонде это все решается, вопрос о поддержке, сколько месяцев, как мы можем поддерживать. И потом, если идет благоприятный ответ, то, конечно, непосредственно берем эту семью по своему обеспечению. И вот эта семья участвует в наших проектах. Вот в Тайказан там получается продуктами питания. Насколько нам известно, вы работаете достаточно прозрачно. А как на вас выходят, допустим, спонсоры? Непосредственно наш фонд существует за счет, конечно же, пожертвований. Это Садака и Зикет. И для того, чтобы о нашем фонде знали, мы приглашаем, проводим день открытых дверей. Или разводим по мечетям наши рифлеты, наши буклеты. Готовим ролики. Бывает, в наших мечетях города Астаны проводятся беседы, где мы рассказываем о нашем фонде Зикет. Баннера расставляем. Потом, получается, социальные сети, сайты. Это вот тоже непосредственно... Получаются сайты через социальные сети, тоже получается реклама о нашем фонде. И мамы тоже непосредственно рассказывают о нашем фонде. Тоже большое спасибо, что непосредственно наша работа ведется так, совместная. Есть ли те проекты, которые с самого начала открытия фонда Зикет, стали уже традиционными? Есть, это вот проект наш Тайказан, который непосредственно из года в год, ежемесячно... У нас ежемесячно более 500 тысяч тенге уходит на этот проект. Более 120 семей мы обеспечиваем продуктами питания. Это уже получается... Там идет от одного месяца до полугода. Непосредственно, конечно, дольше всего у нас семей находятся те, у которых матери-одиночки, у которых на руках дети-инвалиды. Там один и более несколько детей. Бывает, что мы делаем развозку этим семьям, которые не могут сами приехать и привезти. То есть это непосредственно, постоянно ежемесячная работа идет и не останавливается. Алтналка, тоже проект наше отчествование матерей. Это тоже ежемесячный проект. В течение года, получается, мы ежемесячно приглашаем одну маму. А потом у нас вот добрая традиция, в конце года собираем всех 12 мам. И вот мы тоже потом делаем анализ, итог, беседу проводим. Также за общим Тастарханом смотрим, анализируем, улучшилось ли состояние, улучшилось ли положение мамы. Бывает, аль-хамдулях, что мамы, которые были, приходили к нам, пришли к исламу. Начали водить своих детей в нашем медресе к нам. То есть этот итог видишь, и аль-хамдулях очень радуешься, которые приходят в ислам, покрываются. И потом непосредственно есть мамы, которые уже вышли из нашей поддержки и уже сами выходят и помогают. Помогают в качестве волонтеров. Бывает, помогают, что-то им приносят, говорят, вот вы знаете, есть более нуждающиеся семьи, давайте им поможем. То есть работа непосредственно ведется. Сколько примерно на попечении у фонда семей на данный момент? На данный момент более, вот, который непосредственно постоянно получает, более 120 семей. Но еще, вы видите, в течение месяца бывает, обращаются к нам очень много. Там кому-то нужно оплатить обучение в дорогу, кому-то путники, кому-то срочно нужна операция. То есть таких людей очень много. И мы еженедельно, почти около 10 заявлений к нам поступают еженедельно. Мы в течение недели стараемся сделать объезд и сразу дать ответы, помогать в первую очередь, что необходимо. Вот, пару дней, как уже запустился у вас новый проект, который такой достаточно глобальный, тем более в Астане, в нашем городе, когда оста стоит нужда в квартирном вопросе. Расскажите подробнее. Для нас это очень тоже приятная новость. Мы к этому проекту готовились несколько месяцев. Документально, юридически, документы все подводили. И вот в преддверии Рамадана мы запустили этот проект всем миром на квартиру. Этот проект, в первую очередь, конечно же, хотелось бы охватить больше. Но мы решили хотя бы сейчас обеспечить, иншаллах, одну семью, многодетную. Мы сейчас, в нашем фонде в списках есть очень много людей. И в первую очередь, критерии рассматриваются вдова с детьми, многодетная вдова с детьми, у которой есть дети-инвалиды. В первую очередь, эта семья у нас получит эту квартиру. Иншаллах, этот проект мы запустили в месяц Рамадан, планируем его завершить до следующего Рамадана. Идея нашего проекта, всего нужно 4331 человек. Если сдаст по 2000 тенге, иншаллах, в качестве дикеты, в качестве садака, то у нас соберется сумма 8 641 000 тенге. И на эту сумму мы можем купить двухкомнатную квартиру. Мы провели мониторинг рынка недвижимости и, в принципе, уже определились с жильем. Теперь, получается, дело за малым, дело за тем, чтобы люди начали собирать по 2000 тенге. Сейчас уже, так как мы запустили несколько дней, к нам в фонд приходят студенты, приходят пенсионеры, приходит просто простой народ, который дает по 2000 тенге. А есть телефон, киви-кошелек, куда можно будет тоже закидывать наши средства. Есть специальный счет, который открыли мы для этого проекта. Вообще, наш проект будет идти в 4 этапа. Первый этап – это семья, которую мы отобрали. Сейчас несколько семей, которых мы отобрали. Есть второй этап – это специальная комиссия, созданная. В эту специальную комиссию входят представители Духовного управления мусульман Казахстана, во главе с главным имамом мечети Нур-Астана на Русбай-Каже, непосредственно, конечно же, руководство нашего фонда «Зикет», общественные деятели и известные личности. Это будет такая вот большая комиссия, которая выйдет на место проживания данной семьи, ознакомиться, сами поговорят, сами обсудят, посмотрят. И потом будет момент, когда у нас, иншаллах, если соберется эта сумма, юридически документально оформляться, и потом, иншаллах, вручение ключей от этой квартиры. Скажите, непосредственно будет квартира передаваться в собственность этой семье? Конечно, да. Квартира, вот я говорю, третий этап – это когда уже мы с комиссией определиться, уже семья, когда уже квартира будет, иншаллах, куплена на эти средства, то непосредственно это будет квартира передаваться именно той семье, той вдове, которая нуждается в этом жилье. Это будет вторичное жилье или новостройки? Это будет новостройки. У вас есть какая-нибудь договоренность со стройкомпаниями, которые сейчас действуют в Астане? У нас есть договоренность с одной строительной компанией, иншаллах, которая сделала нам скидку, тоже ради Аллаха, тоже братья-мусульмане, которые предоставили на эту сумму нам двухкомнатную квартиру. Теперь осталось дело за малов, приглашаем всех. Конечно, 2000 тенге, в принципе, сейчас это вот сходить в магазин, и уже этих денег нет. А если каждый человек действительно 2000 тенге даст в качестве садака, и та мысль о том, что ты дал 2000 тенге для той семьи, которая очень нуждается, мне кажется, это, знаете, это очень добрая толика в сердце каждого человека, она останется. Тем более в месяц Рамадан. В месяц Рамадан, когда в этот месяц больше зачитываются деяния твои, добрые дела, которые ты делаешь во благо. Скажите, а какие проекты будут в ближайшее время? Или пока что рано о них говорить? Так, ну у нас проекты, вы знаете, есть проекты, которые мы думаем, запустим в ближайшее время, но когда будет, мы тогда об этом расскажем. Непосредственно сейчас вот наши есть традиционные, которые мы работаем, и вот всем миром на квартиру. У вас сейчас есть уникальная возможность для того, чтобы обратиться ко всем телезрителям. Ведь именно в месяц Рамадан можно очень большую помощь оказать всем, всем, кто сейчас в этом нуждается. От себя лично, от руководства фонда Зикет, всех мусульман призываю выплачивать Зикет в месяц Рамадан, выплачивать Садака, потому что все мы знаем, что именно в этот месяц рука дающего, она не оскудеет. И в любом случае все молитвы сделаны, и все добрые, благие деяния сделаны в этот месяц, они будут услышаны Всевышним, иншаллах. Поэтому всех приглашаем посетить наш фонзикет, он всегда открыт для всех. Вы можете всегда ознакомиться с нашими проектами, вы можете всегда просмотреть, куда ваша сумма идет, потому что мы открыты и прозрачны для всех. Непосредственно, говорят, наш фонзикет – это мост между богатым и бедным. Поэтому приглашаем всех участвовать в наших проектах, участвовать в наших благих деяниях, все для наших нуждающихся. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Очень приятно было услышать позицию именно Зикет Куры, потому что мы всегда только извне наблюдаем. Сегодня мы немножко внедрились вовнутрь. Ну что ж, дорогие зрители, сегодня мы поговорили с представителем фонда Зикет, и это большой шаг для нас. Ну, я думаю, для каждого из вас, кто услышал эту информацию или услышал. Месяц Рамадан нужно делать благие деяния намного больше, чем в обычные дни. Давайте поможем тем, кто действительно нуждается. Ведь их так много вокруг нас, и мы многих не замечаем. Давайте заметим. Ассаляму алейкум, арахматулахи и обракетуху.